На канале Россия телевизионное утро пятницы. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые телезрители! К своему логическому завершению подходит учебный год. А вот год педагога и наставника твердо шагает по стране. Сегодня в нашей программе мы познакомим вас с педагогами, которых любят дети, уважают родители и ценят коллеги. Итак, мы начинаем. Но сразу после прогноза погоды на нашем канале оставайтесь с нами и перекричайтесь. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Миром плюс 22-24 тепла. Трудовой стаж героини нашего сюжета более 50 лет. А если точнее, 53 года она преподает английский язык в школе. В поселке Мара-Айагы, где уже 48 лет, Анна Хусилина Мамаева преподает детям английский язык. Ее знают практически все. Еще бы! Сегодня к ней в класс приходят дети, а то и внуки тех, кого она учила в школе. Итак, новый сюжет о новом учителе. Прозвучал звонок на перемену и во двор средней школы поселка Мара-Айагы высыпали школьники. Май – конец учебного года. Ориентация – лето. Но это только не для тех, кто сдает выпускные экзамены. У них все сложнее. Прозвенел звонок, оповещающий о начале занятий. Подходим к открытой двери учебного класса, где начался урок английского. Анна Хусилина Мамаева. Опытный, мудрый педагог. Учительский стаж 53 года. Начиналось все давно, когда училась в национальной школе-интернат в Черкесске. На одном из первых уроков английского языка в седьмом классе очаровалась преподавателем предмета Эммой Кардановой. Ее внешним видом, произношением. И было принято решение изучать английский язык так, чтобы со временем стать профессиональным носителем, переводчиком, например. Анна Хусилина до замужества носила другую фамилию. Ее отец Усилин Сулкарнаевич Чигаров. А мама по происхождению немка. Лидия Готфридемна Кеплин. У меня мама немка. И в детстве я говорила только на немецком. И только переехали уже в 56-м году, мы переехали к карачаевцам. Мне так пришлось везде изучать языки. И я знала, что я пойду в институт иностранных языков, но я не думала, что я буду учителем. К окончанию школы желание изучать английский язык не пропало. И как многие выпускники школ того времени, Анна поехала учиться в Грузию. Мы же поехали по броне, то есть для республики, чтобы работать здесь у нас в республике. Меня никуда не распределили. Сказали, поищите сами, где есть туда. И таким образом я попала в псыжскую школу. А в псыжской школе я тоже знала, были какие-то знакомые еще из интерната. Они же там тоже учились вместе с нами. И вот таким вот образом я работала в псыже, пока не попала в эту школу после замужества. 48 лет проработала Анна Мамаева в средней школе поселка. За это время выросло не одно поколение односельчан, которые сегодня приводят к ней на уроки не детей, внуков. Ее учениками в свое время были преподаватель начальных классов Лидия Александровна Басенко и ее супруг. 35 лет, плечом к плечу, работают два педагога. В прошлом учитель и ученик, а ныне коллеги. С Анной Хвсеймой я связана с самого своего детства. И в школьные годы мы ее ласково назвали Аннушкой. И теперь, когда уже я работаю с ней уже много лет, мы тоже ее ласково называем Аннушкой, Аняшкой, ну и, конечно, Анна Хвсеевна. Быстро пролетит время. И эти милые ребятишки очень скоро превратятся во взрослых выпускников, у которых будет и свой характер, и свое мнение, а спаривать которое год от года становится все сложнее. Совсем другой стал. Мы видим, и престижа нет у учителя, учительского престижа. Раньше и бог, и царь – это учитель. Как встретишься с учителем на вытяжку. Вот так вот мы относились к учителям. Сейчас, ну, нормально вроде, но все равно не так, как было. А вам как бы хотелось больше? Мне бы хотелось, чтобы… Я же все-таки стараюсь им дать все, что им пригодится как-то в жизни, может быть. Надеюсь, во всяком случае, что… Поэтому мне хочется вот именно даже, может быть, от программы как-то отойти немножко, да, от учебника и что-то дополнительно дать им. Потому что я знаю, я читаю, я что-то дополнительно, что-то изучаю. А без этого сейчас учителя нет. Как говорят, учитель до тех пор, учитель, пока он сам учится. Каждому ученику нужен будет все-таки свой подход. Потому что бывают дети, которые вот у них по математике не получается, а вот английский я чувствую, что он может. Это все-таки английский, это надо запоминать. Все равно надо его запоминать, зубрить. И слова… Это у нас ректор был в институте, говорил, девочки, зачем вы пришли в этот институт, от него тупеют. Потому что все время надо зубрить. Слова сколько? Вот я им говорю. Для того, чтобы общаться на языке, на бытовые темы, достаточно 2000 слов. Так говорят, во всяком случае, психологи. Вы 250 слов в год, ну, можно выучить. Так вот, в среднем где-то 250 слов надо учить каждый год. А вы учите английский 10 лет, получается, со второго класса. И вот представьте себе, вы как минимум 2500 слов должны знать. То есть на бытовые темы вы должны общаться. Так вот. Стараюсь, во всяком случае. Анна Хусейна Намамаева вместе с мужем воспитали троих детей. Они тоже окончили эту школу. А вот внуков у нее 10. И возрастная категория у них колеблется в диапазоне от 2 до 25 лет. И только статус многодетной бабушки никак не влияет на желание оставить любимую работу. Я себя чувствую совсем молодой, а вот они ко мне относятся, как к взрослому, сказать, человеку. И им это абсолютно никто не сказал. Да, уже тебе пора. Наоборот, говорят, оставайтесь еще. Оставайтесь. Во-первых, нет учителей английского языка, между прочим. Почти во всех школах нехватка учителей английского языка сейчас. Ну, пока силы есть, работаю. А там, кто его знает. Иногда что-то не заладится. Но посмотришь на Анну Хусеевну, и хочется расправить плечи, поднять голову. И идти сеять разумное, доброе, вечное. Потому что иначе быть просто не может. Потому что Анна Хусеевна – это великая женщина и великий педагог. Аристотель сказал, что родитель дает ребенку жизнь, а учитель дает ребенку добрую жизнь. Дорогая Анна Хусеевна, спасибо вам, что вы дали нам эту добрую жизнь. И пусть это добро, которое вы дали мне и жителям нашего поселка вернется к вам и приумножится, и даст вам силы дальше творить для нас. Учитель для учеников, наставник для коллег. Просто хороший и мудрый человек, чей многолетний жизненный опыт сегодня помогает всем. Педагог, учитель – это очень важные профессии. Они формируют вообще начальное представление ученика о мире. Его знания базовые в него также вкладывают. И, конечно, без этого никуда каждому человеку. И очень правильно, что президент выделил как-то учителей в этом году. Такие люди, конечно, необходимы, потому что они уже закалены этим жизненным опытом. И они свободно им с нами делятся, чтобы нам было легче в нашей будущей жизни. Моя любимая учительница, мама Ивана Хусеевна, учит нас так, чтобы нам было все понятно, и чтобы было интересно, хотя английский язык совсем непростой. Со стороны может показаться, что она строгая, но в глубине души она очень добрая, отзывчивая и чуткая. Она всегда поможет и подскажет, если нам трудно, или мы не справляемся с заданием. Не перестает повторять, что знание английского языка поможет нам в нашей будущей взрослой жизни. Вот и все. Ставим точку в еще одной истории об учителе. Хотя нет, постойте. Анна Хусеевна, мы вас очень любим. Спасибо за все. Анна Хусеевна, мы вас любим! Вот теперь все. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем телевизионное утро и пятница. И сейчас с большим удовольствием я хочу познакомить вас с нашей гостьей. Это Ольга Николаевна Дробина, учитель математики и информатики гимназии номер 18, города Черкеска. Доброе утро, Ольга Николаевна. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, почти 30 лет преподаете предмет, который я, честно говоря, не любила никогда в школе. Математика, фитика, алгебра, геометрия. Для меня всегда был темный лес. Позволю себе небольшое лирическое отступление. У меня в школе была потрясающая преподаватель математики, алгебры, геометрии Анна Павловна Бастанова. И я на всю жизнь запомнила ее летучую такую фразу. Ну, не учила предмет, не любила, наверное, поэтому и не учила. И вы же знаете, когда берет учитель ручку, открывается журнал, и начинается это вот нервное вождение по фамилии класса. И когда напротив твоей фамилии ручка останавливается, не больно, такая дрожь пробегает по телу. И вот она в очередной раз меня поднимает, иди к доске отвечать, я, естественно, не готова. И оторваться не могу от учебника, она на меня смотрит и говорит, иди, иди, перед смертью не надышишься. Как вы дружите, как вообще у вас, как сложилась любовь с математикой, с точными науками? Ну, любовь с математикой, наверное, зародилась еще в детстве. У меня по соседству жил Ахтауф Магомед Олеевич. Он был учитель математики одной из школ города Карачаевска. И видно, это его интерес и его, наверное, занятия, которые он со мной с маленькой девочкой проводил. Может, это оттуда и пошла любовь к математике. У меня папа любил математику, очень хорошо ее знал, но он не был никогда связан ни с педагогикой, ни с точными науками. Ну, может, где-то было заложено так. Ну, а стать математиком, вообще по жизни избрать этот предмет, своей профессии, если можно так сказать, это было ваше личное решение? Да, это было мое личное решение. Ну, это был 91-й год. Мы закончили только школу. И, ну, будем так говорить, одно из вариантов, один из вариантов поступления был наш Карачаево-Черкесский государственный университет. Тогда он еще был педагогическим институтом, и у нас был очень хороший педагог на физмате Маршанкулович Шао Дагирович. Он любил информатику. Он первый педагог вместе с Алпагаровым, которые на базе физико-математического факультета открыли компьютерный класс. Тогда приехали, и он взял детей школ города. У нас человек 15-20 было. Выбирал сам. Не знаю, по каким параметрам он нас отбирал, но он выбрал нас именно туда. И два года, 10-11 класс последний, мы ходили через день в институт после обеда на занятия по изучению компьютеров. Ну, вот так вот связалась именно математика и информатика. Ну, любовь это любовь, и выбрала профессию такую, которая привлекала... Информатика, что за предмет? Ну, информатика зародилась, она молодая наука, и развиваться начала и в нашей стране, и во всем мире с середины прошлого века, когда появились первые компьютеры. И вот информатика изучает непосредственно процессы, которые происходят с информацией в нашей жизни. Не обязательно это компьютер. Это просто передача информации, телевидение, радио. Это же тоже передача информации. Поэтому вот зародилась такая наука информатика. Интересная, развивающаяся, современная. И она сейчас дает толчок всему. Всей цифровизации, всем нашим гаджетам, всем нашим... Всем применению, которое мы сейчас вводим. Госуслуги, запись в поликлинике, везде сайт. Это все информация, это все касается предмета информатика, которая предоставляется в школе. В школе мы учим детей работать с информацией, используя при этом компьютер. Зная, какая сегодня очень непростая, я бы даже сказала, сложная система образовательная вообще в целом, привлечь внимание ребенка к математике, к информатике, это очень сложно, на мой взгляд. Как отношения наших детей сегодня складываются с вашими предметами? Как вы умудряетесь удерживать их внимание и давать им знания? Опять же, современное образование, это цифровизация, это мы вводим различные, как говорится, технические средства, которые позволяют это сделать. Ведь дети — это люди, которые хотят, чтобы им не только рассказывали, но и показывали. И мел уже давно, как говорится, вышел из такого обихода. Да, мы используем мел для того, чтобы работать на доске. Но когда ребенок, допустим, эту геометрическую фигуру видит на экране, в объеме, там, где он уже привык ее видеть, играя в те же самые компьютерные игры, ему становится интересней. Вот тогда они начинают думать и мыслить. Их, современных детей, нужно именно завлекать таким образом, используя то, к чему они привыкли. А это поколение, полностью которое с гаджетами, им нужно именно так показывать. А, допустим, к алгебре, к счету, они немножко по-другому относятся, потому что считают, что есть калькулятор, он нам поможет. И первое, что они всегда говорят, а чем нам поможет это в жизни? Вот нужно найти такие примеры, где математика поможет. В том же самом магазине, в том же самом банке, в той же самой медицине. Ведь современная медицина, это тоже связано с цифровизацией, в чем-то даже с математикой. Ведь тоже расчеты, тоже подсчеты. Ведь любая наука и химия, и физика, они взаимосвязаны между собой, между математикой и информатикой сейчас. То есть информатика, она как бы связывающая звено между многими предметами. И привлечь внимание очень интересно. Дети любят играть, иногда им интересно самим создать игру. И тогда начинают думать, когда им даешь задачу, не просто дать знания, а найти знания. Тогда им становится интересно. Ольга Николаевна, у вас есть потрясающее хобби, занятие для души, как назвать, не знаю. Вы судья Федерации рыболовного спорта Карачаева Черкесии. Да, я судья Федерации рыболовного спорта Карачаева Черкесии с открытия Федерации, то есть с 2017 года. Так, ну это без малого 6 лет уже. Да, Федерации 6 лет, и вот 6 лет я являюсь судьей этого Федерации. Рыбалка, математика, вот что-то сродственное между этими занятиями я усматриваю. Там терпение, тут терпение, тут решение, тут... Может быть, я не права? Права, потому что рыбалка, кроме того, что с удочкой сидеть, нужно еще подумать и рассчитать. Ну, как сказать, допустим, длину поводка, размер крючка. Это все подобрать надо. Спортсмены этим занимаются, и очень им это всем нравится. И все равно, где-то математика все равно участвует. Ну, вот такая связующая. Для меня это просто отдых, разгрузка от трудовой недели, от каких-то будничных. Это отдых в первую очередь. Как, по-вашему, в жизни человека наставник должен быть, вообще, ну, такой путеводителем в профессии, я не знаю, в чем-то, в чем-то, может быть, одном, должен быть человек, мнению которого ты доверяешь, на мнение которого, на опыт которого ты рассчитываешь и руководствуешься им? Ну, у человека всегда есть. Человек, которому он доверяет. Это, в первую очередь, мама. И она первый наставник для своего ребенка, для любого, даже для взрослого, которому уже и 50, и 60 лет, он все равно будет наставником. Мы зачастую слышим такую фразу «Век живи, век учись». В ней все наставничество. То есть в какой-то период что-то хочется изучить новое. Кому ты обратишься? В какой-то смысле, ну, книги, компьютеры в современном мире. Но живого общения никто не отменял. И когда человек тебе показывает, как это делается, это все равно воспринимается лучше. Поэтому всегда должен быть наставник. И в профессии. Как зарождаются династии профессиональные, когда кто-то наставляет другого. И, допустим, ребенок видит, как заинтересован своей профессией папа или как заинтересована своей профессией мама, и зачастую идет по этим стопам. И сейчас наставничество возрождается. Это очень хорошее подспорье и в профессиональной деятельности, и в учебной деятельности. У нас наставники-педагоги более возрасте для более молодых. А в чем-то наоборот. Молодые являются наставниками для взрослых. Особенно, что касается современных способов обучения. Молодежь, которая приходит в школы, они к этому более привычны, допустим, к использованию того же самого смартфона. В качестве не игрушки на уроке, а в качестве обучающего предмета. То есть где-то что-то есть. Видите, мы дистанционно когда обучались. Ведь мы где обучались? Через компьютеры, через телефоны. И вот в тот момент молодежь стала наставником по, как говорится, обучению более старшего поколения с этими программами, как работать, как это лучше сделать. Так что наставничество не обязательно старший-младший. И ученик-ученик может быть наставником. Спасибо, Ольга Николаевна. Спасибо за то, что стали участником нашей утренней программы. Много полезного, много доброго услышали мы сегодня от вас. Я, в свою очередь, хочу пожелать вам... Год завершается, в общем-то, учебный. Пусть он завершится, да, благополучно. Для вас, для ваших учеников, для родителей, до коллектива, в котором вы работаете. Будьте здоровы, занимайтесь любимым делом. И добро пожаловать на программу «Доброе утро». Мы всегда будем рады вас видеть. Большое спасибо. Друзья, напомню вам, что гостей нашей сегодняшней утренней программы была Ольга Николаевна Дробина, преподаватель математики и информатики гимназии номер 18 города Черкеска. Мне остается с вами попрощаться, пожелать вам всего самого-самого доброго. До свидания, до новых встреч в эфире.